доброго времени суток друзья привет вы зашли на грибной канал а поэтому сейчас мы с вами будем путешествовать по этому прекрасному лесу хвойному который находится в павлоградском районе здесь мы бывали в прошлом ролике уж больно мне тут понравилось я решил сюда привезти жену которая отойдя от машины совсем на немного нашла что масленок он большой но червилый к сожалению что он еще один траве спрятались ладно не будем здесь задерживаться идем за беляшами как бы нам того не хотелось но дело близится к холодам к морозам поэтому любым трубчатым грибам я имею ввиду с губкой под шляпкой я рад вот например мы нашли полячков прекрасные грибы в мариновке сейчас я их наберу а катя с удовольствием для меня их замаринует она недавно купила приправу для мариновки грибов суперскую просто мы от нее балдеем уже которую баночку в этом году открыли она и недели не простояла я видел что в этой приправе как будто содержатся зернышки горчицы знаете как дижонская горчица катя мне подсказывает что там еще содержится чеснок сухой сушеный горчица зира перец горошком гвоздика может быть еще что-то ну она и немножко добавляет в банку и получается отличный маринад не все грибы как мы видим хороши этот например червивый этот чистенький вот большинство чистейших мои первенцы на сегодня сегодня 28 октября такой прекрасный день выдался а то последнее время дождь льет как только у меня выходной так и дождь льет но как только я на работе светит солнце как же это порой досадно димасечка прошел так ну тут как можете видеть средь множества грибников нашли гиграфорчики дигрики как мы их любим называть сладенькие грибочки да где ты конечно же себе поможешь да неудивительно странно если положила бы я тебе нужно отдаляться немножко от жены искать свое счастье где-то на стороне а то работаю так сказать на ее корзину я имел ввиду на другой стороне леса посмотрите какой роскошный маслак дай бог не червивый хороший светленький срез рядышком еще один побольше экземплярчик это не значит постарше такой же молодой видите и здоровый 13 градусов но выйдя на солнышко хочется хочется снять курточку так припекает масленок с такой свежей шляпкой влажной крупный и не червивый многие из вас кто меня смотрит давно знает откуда взялась у меня эта корзинка и какое счастье она мне приносит так вот на аукционе появляется очередной лот может быть кто-то захочет приобрести себе чудо корзинку приносящую удачу своему владельцу как не хочешь купить у меня какой-то нервный грибник запинал мухоморы бросил корзину и уехал домой судя по следам кстати могу отметить позавчера кажется позавчера было солнечное затмение частичное там или полное я точно не вникал но я наблюдал наблюдал другое явление это масленок только вылез из пеленок так вот будучи на работе я мог отметить для себя что участились случаи обострения психических заболеваний у людей звонки с сообщениями сумбурного характера просто зашкаливали а также произошли некоторые резонансные преступления вот так и не верь астрологом да все таки планеты наверное все таки влияют на людей на их поведение и даже на их эмоциональное состояние и на их здоровье какая замечательная картинка на фоне этих больших старых сосен вы видите вот эта поросль мелкая а я вам покажу еще красивее картинку вот угадайте кто молодой беляшик сейчас потеплела возможно грибница пришла в себя и потихоньку стала выбрасывать вот такие вот тела плодовые молоденькие лес привлекает меня своей чистотой своим таким свежим воздухом удаленностью от городов но за все приходится платить находится он не так близко днепру а с нынешними ценами на топливо сами понимаете за грибами выехать это роскошь однако как я понял любое хобби требует колоссальных затрат но хобби это и есть то ради чего выходите на работу ведь сидя на своей нелюбимой работе даже вы успокаиваетесь даже на миг закрывая глаза и представляя что вы занимаетесь своим любимым делом где-то а любимое дело часто требует затрат счастливые люди те кто совместил любимое дело заработком денег однако некоторые утверждают что только лишь ты свое дело превращаешь в работу средства для заработка денег сразу это дело теряет свою ценность я имею ввиду что она превращается в рутину вот такая ситуация похожи на горькуши с таким пиптиком наверно горькуши это горькуши но вот рядом с ними даже сказать можно между ними растут наши любимые маслятки солнышко временами прячется и кажется что сейчас дождь пойдет надеюсь этого не будет ой какой червилый масленок супер сердце ёкнуло я уж подумал беляш сверху очень похож паук полез под него это масленок крупный два масленка ох какие ноги ноги дай боже нельзя сказать что грибов нету в лесу грибы есть еще есть смысл выбираться гулять грибалочки будут пока продуктивными морозов не планируют не планируется ближайшее время ближайшую неделю так что все должно быть good видите по большей части маслята попадаются но это уже старый какое-то подобие канавки которой растут мухоморчики а также мы можем видеть шоколадную шляпу вольского грибочка вот мухоморчик пожалуйста такие уже поздние грибочки эти полячки все хотели мы поехать на остров в этом году но припоздали все-таки беляши не более такие теплолюбивые грибы мне кажется что туда только разве что за полячками можно плыть уже время ушло будем ждать следующего года но если кто-то хочет сплавать у меня есть контакты лодочника напишите мне я вам отвечу дам когда-то в прошлом году я рассказывал о том что можно искать грибы по наличию мошки вот девушка кружит там значит надо гриб разрывать вот по мошкам я увидел что здесь что-то есть надеюсь вы уже тоже видите это же радость это беляш мошки вот они все разлетелись дрозофилы и вот он беляшик я большой любитель заглядывать кустики нырять в дубовые и это приносит свои результаты положительные смотри катя так хороший он шикарен действую катюшеньки на нервы она жалуется что ни одного не нашла а мы уже с вами третий здесь находим глянь как я в кустиках работают я в этом страшный специалист вот мошки разлетаются вот они ох крепконогенький катюша не звалика и лаза під кущами разом земною попереду мэне ну ничего хай дитина порадуется вот как это выглядит издалека вот этих кустики жиденькие и в них располагалась грибница белых со своими плодовыми телами движется на нас туча дождевая наверное синоптики на брехалы и будем мы сегодня мокрые катя капюшон есть у меня тоже есть пока нас не намочила скорее соберем маслятки видите зачастую они уже они уже не маленькие такие уже взросленькие все таки это говорит о том что отходят потихоньку вот очередное доказательство возраста нынешних экземпляров качество не очень хорошая а точнее совсем никуда хотя вот попался и малыш совсем темно становится из-за тучи но у тучи есть края я их вижу значит не все потеряно переживем дождик после солнечного освещения леса качество сейчас видимости заметно ухудшилась как будто вечер по верхушкам сосен мы можем видеть как поднялся ветер стало быть дождь уже недалеко от нас но мы же не бросим этих красавчиков шоколадно шляп их да видеть края тучи это одно а ежели она шляпой повиснет над нами пока вся не выльется ну вроде заканчивается до лебники как тараканы при включении света на кухне разбегаются из лесу погода как на туманном альбионе то солнце светит то сразу дождь резко и поэтому как истинным англичанам нам нужен зону вот такой зонт а вот и маховички которые я показывал в прошлой на прошлой грибалочки кто-то почему не срезал не взял вот такие грибы зачастую очень червивые съедобные но не привлекательные я слышу какие-то нечеловеческие возгласы что такое я тут случайно случайно увидала мошки что они тоже хотят беленького грибочка ножки как и катюша отдаляемся от этой чужой радости поисках своей я уж не знаю что это такое большое такой большой шляпой белый ли это или такой масленок красавец а это масленок ох какой смотри кать масленок представляешь а а вот еще два подобных и того 3 так видимо сюда никто не заглядывал еще и чистенькие какая радость везде нас сопровождают голоса грибников вы их не видите но они там есть идут прямо за нами место потенциально беляшовая потому как здесь и дубочки и мох и сосны по сейчас встречаются одни лишь маслятки очень красивые вот катюшенька набрела на мои маслятки чему рада вполне ну ладно бери уже а потом конечно увидел а потом она будет мериться корзинами можно девочки уступить тогда какой смысл мериться корзинами если ты девочка и должна выиграть значит делай все чтоб я выиграла даже маленькие буду брать лишь бы ну ты мою тактику используешь ныряешь в дубовые кустики а я буду маленькими пополнять себе корзинель корзинель а вот и гигрик средь масляток даже маленький такой я возьму прелестный грибочек а я видел каких целыми ведрами люди собирали вот счастливчики я думал это беляш а это просто похож на него товарищ поляк ну на нем зубы мышиные мы возьмем экземпляр лоджики помоложе кружат мошки о толстоногенький ярко выделяются красивый кадр такой вид хороший на фоне пенечка полячок что там а я нашел гиграфорчик экземплярчик чуть покрупнее предыдущего а дальше вот это гиграфорище это еще ничего малыши целое семейство наконец-то я нашел место где их много вот они малыши а гиграфорище вон один растет вот такой большой очень полюбились мне эти грибочки стоило один раз попробовать в очистки замечательные помыл и все вкус отменный все чаще стали попадаться польские грибочки оно и понятно ведь польские грибы это же маховики а здесь все покрыто мхом вроде бы и погодка наладилась но ведь уже почти четыре часа мы бродили вот это часа наверно два с половиной подсобирали грибочков нам так-то хватит главная прогулочка но хочется катя найти беляша еще я и пообещал и поэтому веду на свою запасную геометку где я прошлый раз находил беляшей сейчас мы туда шагаем я надеюсь удача нам улыбнется вон там моя заветная яма и вокруг нее мы бродили в прошлый раз попадались нам белячки проверим же что там масленок и рядом красавец и и и и и и и друзья мои где-то катя пошла не в ту сторону видимо я привел ее на место вот этого мужика он крайне недоволен развернулся и полындал туда назад но он сюда пришел раньше и возможно он здесь уже все прошерстил посмотрите какой экземпляр на весь лес такой один вот это беляшелла а я и говорю иди вот здесь вот говорю на углу вон той ямки смотри она поперла куда-то пахнет изумительно аж в животе заурчало состоялся такой себе battle грибников не равном бою мужичок вынужден был отступить нас же двое и он один как это видел как я тут подлохматился мужик просто не хотел отсюда уходить пришлось подойти к нему ближе ну я его нашел как тебе ну так я говорю иди на уголок яма там сосенках посмотри она полындал аж вот туда кто-то срезал беляша я увидел что он срезал и начал там шарить но это этот мужичок ну ничего и недалеко от того места где был беляш с масленком мы видим прекрасный полечка угол не обходи вот это вот низинку перемещаемся вдоль этой же упавшие сосенки наблюдаем на очередную шляпу шляпу поляка толстоногого подобного подобного белого белому грибу добавим масляточек в нашу корзинку уже скоро стемнеет нужно двигаться в сторону машины ну я вам скажу друзья мы в радиусе метров наверно 500 от машины ходим недалеко лес для нас конечно новый и поэтому здесь без навигатора ходить опасно тем более в послеобеденное время напоследок хочется еще снять кадр с жирненьким поличком какие все-таки не бывают толстоногие это катя уже включила gps к машине будем сейчас следовать пока к этому шел пропустил вот этот грибное грибное место сразу тут и мухоморы и некие грибочки подобные псилоцибиновым разные среди них хорошие есть но здесь вообще какой-то невероятный экземпляр большая шляпа сами посмотрите вот это поля чила для вы можете видеть как автомобили с включенными фарами уже выезжают из лесу потому как уже почти ничего не видно камера наверно вытягивает еще по освещению но реально уже сумерки ну что катюша будем снимать прощание в этом красивом месте как тебе прогулка по этому лесу как сказать это у тебя не очень результативно прям там у тебя просто зонт на всю корзину я когда-то подождите я когда-то пересыпал вот пол корзинки в ее корзину так у него же вываливалась а ну убери губку и ножичек снимай сейчас расскажет так сейчас делаем эксперимент крупнячки конечно зонт мы выложим но не выбросим смотрите что сейчас будет сейчас победит дружба и любовь настало то время когда с двух корзинок мы делаем одну чтобы мне ничего не нести вот практически полная корзинель попробуй тяжелая вишенка на торте зонтик красота здесь еды более чем достаточно для нас поэтому спасибо этому лесу мы поехали домой так что друзья кому понравилось нами гулять ставьте лайк оставляйте свой комментарий а также можете подписаться еще на катин канал там будет выложена ее версия этой грибалочки всем пока друзья пока катя пока наполняется силой дерево такой интерес интересное чувство попробуй я уже пробовал когда-то шоу с дня рождения она слишком тонкая для меня наверно